Добрый день! Наступил новый 2021 год, и каждый человек перед собой ставит новые цели, новые задачи. Какие новые задачи и новые цели может поставить перед собой верующий человек, православный христианин? Царственный пророк Давид называет разумным человека, который поучается в Слове Господнем день и ночь, а сам Христос открывает нам эту глубокую тайну и цель, и задачу нашей жизни. Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому поучаться в Законе Божьем – это священная обязанность каждого христианина. Посмотрите, как читают свою книгу мусульмане, как внимательно изучают свою книгу иудеи. И только христиане, к сожалению, так редко обращаются к первоисточнику этой вечной мудрости книги Библии. Отдел религиозного образования и катехизации нашей Кубанской епархии предлагает всем желающим поучаствовать в этом новом проекте, который предполагает прочтение всей книги Библии. И проект этот называется «Читаем Библию от Рождества до Рождества Христова». Почему было избрано именно это название? Потому что каждый из нас духовно рождается, а вот возрастает он по мере изучения Слова Божия и исполнения того, что мы в нем читаем. Потому что оно написано не для того, чтобы его прочесть, а для того, чтобы попытаться применить его к собственной жизни. Но перед тем, как мы познакомим вас с тем, как мы будем читать вместе Библию, мне хотелось бы зачитать вам еще одну цитату из этой святой книги. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, напоучайся в ней день и ночь». Вы слышите? Божественное откровение призывает нас к изучению слов Господних. Не только в свободное время, но и даже во дни, когда мы успокаиваемся от своих дневных трудов во время ночи, в любое время. Но старайтесь как можно чаще изучать это божественное слово. А вот на вопрос «Зачем?» в этой книге и дается ответ. «Дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Как часто мы хотим быть успешными в начинаемых нами делах? Как часто мы хотим поступать благоразумно? А оказывается, чтобы так поступать, нужно руководствоваться священным текстом Божественного Откровения. Ну а теперь пришло время познакомить вас с технической стороной вопроса, каким образом будет осуществляться этот наш проект. Во-первых, он рассчитан на год. От Рождества до следующего праздника Рождества Христова. Мы ставим перед собой задачу все вместе по три главы в день прочитать Библию, причем с возможностью обратной связи. На сайте Храма Рождества Христова в разделе «Анонсы» есть специальная ссылка, войдя по которой вы можете подписаться на специальную группу в WhatsApp, через которую ежедневно наши сотрудники будут присылать вам те главы, которые мы все вместе будем с вами читать на каждый день наступающего от этого светлого рождественского праздника каждый день. На нашем сайте, также в разделе «Анонсы» будет размещаться календарь ежедневного чтения тех глав, которые определены для прочтения на каждый день. В WhatsApp в ежедневном формате будут присылаться на ваши мобильные устройства те главы и даже аудиоформаты прочтения этих глав, которые вы сможете не только прочитать, а по возможности даже прослушать. Но, конечно же, приоритет каждый из нас может отдать именно прочтению текста в книге. Это бесценное сокровище, которое не просто должно быть заменено электронным устройством, а прочитано именно в формате текста Священного Писания книги, если у кого есть такая возможность. Мы понимаем, что у каждого, кто начинал читать Священную Библию, было очень много вопросов. Именно для этого мы предлагаем использовать обратную связь. Можно направлять ваши вопросы о непонятных местах на электронную почту храма Рождества Христова, которую вы видите сейчас перед собой. Итак, всех вас зовем к прочтению Святой Библии, начиная от этого светлого праздника Рождества Христова, словами святого апостола Павла, обращенного к римским христианам в 10 главе 7 стиха. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И если мы будем с вами читать Слово Божие, то мы обязательно укрепимся с вами в вере в наступившем 2021 году. И как сказал один наш прихожанин, батюшка, не просто найти время для прочтения трех или даже четырех глав в день Священной Библии, отвечу словами мудрого старца. Сначала понуждай себя, а потом навыкнешь. Вот давайте сначала мы понудим себя, а потом не просто навыкнем, а потом без этого слова жить не сможем, как без хлеба. Ведь именно для христианской души Слово Божие и есть тот духовный хлеб, без которого он не может неправильно жить, не спасти свою душу для вечности. Возьми, читай святую книгу Бога, пойми душой спасение Словеса, и всякое пройдет в тебе тревога, и сердцем ты увидишь небеса. Поверь, когда преклонны будут лето, душевных бурь прокатится волна, оставишь ты все книги, только это с тобой навек останется одна. Итак, с 9 января мы начинаем наш проект «Вместе читаем Библию» от Рождества к Рождеству Христову. Храни вас всех Христос и ждем вас в нашей общей группе «Вместе читаем Библию». Субтитры подогнал «Симон»